Сегодняшняя тема. Констинтирование позволит устранить основную причину эректильной дисфункции в старшем возрасте – плохую проходимость артерий, из-за которых кровь, необходимая для нормальной эрекции, не может нормально поступать в паховую область. Этот процесс аналогичен образованию холестериновых бляшек, которые приводят к атеросклерозу и болезням сердца. Поэтому и бороться с ним решили теми же методами. Как считает Михаил Якимов, с проблемой эректильной дисфункции сталкиваются не только мужчины среднего и пожилого возраста, но и молодежь. И причина этого явления у всех категорий людей чаще всего психологическая. В этих случаях стентирование не поможет. Хотя в пожилом возрасте действительно имеют место проблемы с сосудами, которые влияют на сексуальные способности мужчины. Но эти же причины приводят к другим заболеваниям кровообращения, характерным для этого возраста, в том числе инфарктом и инсультом. В такой ситуации проблема эрекции уходит на второй план. Какие лекарства опасно использовать при эректильной дисфункции, можно прочитать здесь. Кроме того, неясно, как будет обеспечено спокойное состояние полового члена, когда сосуды сжимаются и его величина резко сокращается. Удастся ли после установки стен-то обеспечить нормальное сокращение сосудов или пенис будет всегда находиться в состоянии полуэрекции. Но, безусловно, своих пациентов этот способ коррекции эректильной дисфункции должен найти. Нина Башкирова Ставь лайк и подписывайся на наш канал.